Приветствую вас, друзья! Скажите, часто ли у вас бывает такое, когда обычная пятиминутная утренняя встреча или летучка превращается в долгое часовое собрание с длительными обсуждениями и в конце все уходят с больными головами, не понимая, а о чем же мы, собственно, вообще договорились? Так вот, в этом коротком видео я хотел бы рассказать о том, как можно избежать этих проблем и проводить эту утреннюю встречу наиболее эффективно. Мы на площадке SystemSkill, меня зовут Андрей Сидоренко. Поехали! Оговорить мы с вами будем сегодня про Kanban Meeting. Как и у любой встречи, у Kanban Meeting есть своя цель. Цель Kanban Meeting состоит в том, чтобы договориться, как обеспечить поток работ наилучшим образом на какой-то оговариваемый вами период. Ну, я предлагаю рассматривать этот период в рамках одного дня. Какие выгоды предлагает Kanban Meeting для тех, кто его использует? Ну, во-первых, это сокращение времени выполнения работы, потому что мы фокусируемся на том, как скорее доставить ту работу, которую мы взяли, в готово для того, чтобы порадовать нашего заказчика. Во-вторых, решение проблем, которые могут блокировать по каким-то разным причинам нашу работу. Мы достигаем диалога между участниками команды, тем самым обеспечивая некоторый шаринг знаний, который позволяет прокачиваться и становиться более компетентными всех остальных сотрудников. Ну и как итог, мы сокращаем время на саму встречу, что уже несказанно может нас порадовать. Базовые вещи, которые нам нужны к митингу, это реальное состояние нашей рабочей доски, на которой работает команда или отдел, и информация о тех блокировках, которые в нашей работе сейчас произошли, для того, чтобы эти вопросы решать на самом митинге. Проводит такую встречу, как правило, человек, который обеспечивает поток работ, кто отвечает за него, это может быть менеджер команды, это может быть тим-лид, это может быть какой-то руководитель, ну, в общем, тот человек, который по контексту вашей работы за это у вас отвечает. И, конечно же, на такой встрече нам нужны те люди, которые, собственно, в этой системе работают, и те, кто выполняют эту работу, для того, чтобы договориться, как нам достигнуть цели этой встречи. Формат проведения может быть как оффлайн, так и онлайн. Если мы рассматриваем с вами оффлайн формат, то мы собираемся около физических досок, мы собираемся, может быть, у магнитно-маркерных досок, на которых маркерами нарисованы наши колонки, этапы и приклеены стикеры. Ну, в общем, там, где это у вас принято. Если мы говорим про онлайн формат, то, конечно же, это какие-то таск-трекеры, в которых мы фиксируем движение нашей работы, и, возможно, мы собираемся через Zoom или какой-то другой канал коммуникации. Сам формат проведения такой встречи называется Walk in the Board. Почему так? Да, все просто. Мы с вами бежим по доске справа налево, начиная от самой правой колонки, которая ближе всего готова, и фокусируемся на работе, на том, что нужно сделать, чтобы эту работу завершить или передвинуть на следующий этап, какие есть проблемы, кто в этих проблемах может нам помочь. В общем-то, все очень просто. Пробегая справа налево по доске, мы затрагиваем каждую задачу и понимаем всей командой или всем нашим отделом реальное, актуальное состояние такой работы. В случае, если какая-то работа остается без человека по причине того, что, например, человек пошел в правую часть доски для того, чтобы завершить или помочь кому-то завершить работу скорее, мы такую задачу блокируем и эту информацию копим. Это потом повод нам поговорить с командой или отделом о том, а не слишком ли мы много берем в нашу систему, все ли у нас хорошо. Какие вопросы я рекомендую задавать участникам команды, когда провожу такую встречу? Во-первых, это уже понятно всем, что нужно сделать, чтобы закончить работу над этой задачей или переместить эту задачу на следующий этап. И здесь мы можем договариваться о каких-то конкретных вещах, которые необходимо сделать для того, чтобы у нас было понимание, как скорее завершить эту работу или передвинуть на следующий этап. В случае, если здесь необходим кто-то, то мы смотрим, чем этот кто-то еще занимается по доске и решаем, может ли он в этой задаче помочь без потери на той задачи, на которой он уже работал. Если по мере нашего прохождения по доске мы находим какие-то блокировки, это такие состояния задач, которые не позволяют нам достигнуть какого-то прогресса по этой задаче в ближайшее время. То есть мы блокируемся в выполнении этой работы, то мы обсуждаем, а может ли кто-то из участников помочь тому человеку, у которого возникла проблема, может ли кто-то подсказать. Это бывает информация, это может быть необходимость какой-то помощи. И в случае, если такой человек находится, это прекрасно. Мы выносим обсуждение того, как он может помочь уже за рамки канбан-митинга для того, чтобы не растягивать нашу текущую встречу. Также бывает так, что блокировка зависит не просто от человека, который внутри нашей команды, а от какого-то специалиста внутри нашей компании. И таким образом мы договоримся, кто же сходит к этому человеку, и договориться о том, как можно эту работу, как можно помочь в решении этого вопроса. Также мы проверяем, укладывается ли текущее ожидание по зависимостям от задачи в нашей договоренности с тем отделом, от которого мы зависим. Что это значит? Как часто у нас бывают какие-то договоренности с взаимозависимыми отделами. Например, когда мы берем работу, мы понимаем, что проверить эту работу на этапе перед выпуском должен какой-то отдел. И если такая зависимость имеется, то у нас, как правило, должны быть какие-то договоренности, в течение какого времени такая проверка произойдет. И если наша задача заблокирована на такой проверке, и прошло уже больше этого времени, ну, например, мы договорились с вами на сутки, прошло уже более суток, это повод сходить и спросить, а что же там происходит, а не нужно ли как-то помочь, может быть, тому отделу, а не нужно ли нам принять еще какое-то другое решение для того, чтобы эту задачу скорее завершить. В общем, это некоторый наш сигнал о том, что что-то идет не так. Ну и еще одним неплохим вопросом в конце такой встречи является вопрос о том, есть ли еще какая-то работа, которая делается сейчас с кем-то из участников, но она не отражена на доске. Таким образом, если такое есть, мы помещаем это в виде стикера на доску и актуализируем и синхронизируем общее понимание о том, что в нашей системе творится. Таким образом, когда мы задаем такие вопросы, мы фокусируемся не на том, кто конкретно чем занят и кто конкретно сегодня будет делать, а каким образом можно обеспечить наилучшим образом поток нашей работы. А это, собственно, является целью нашей встречи. Мы задаем такие вопросы, которые дают людям возможность произнести не какой-то отчет о том, что он проделал или о том, что он собирается делать, а возможность подумать о том, как можно на сегодняшний день или период времени перераспределиться по этой доске, чтобы задачи по этой доске шли быстрее или попадали больше в ожидание заказчика. Чек-лист итогов, который вы можете прямо сейчас с этого видео заскриншотить и использовать у себя в качестве рабочего инструмента, выглядит примерно так. Во-первых, в конце встречи мы должны понимать оптимальное распределение между задачами в потоке работ. Мы понимаем, что да, мы проговорили все вопросы, у нас не осталось каких-то незакрытых, непонятных вопросов, которые не позволят нам работать в задачах. Во-вторых, у нас есть какие-то решения, которые могут предотвратить риски. Это риски блокировок или уже состоявшиеся блокировки. Нам известны владельцы критичной информации. Это те люди в нашей компании или внутри нашей команды, которые могут помочь разблокировать ту или иную работу. И у нас есть некоторая договоренность о коллаборации, то есть о взаимодействии участников команды или отдела внутри между собой. Иногда этого может не быть, это тоже зависит от контекста и от той работы, которая у вас идет. Но если ваша ситуация позволяет вам такой коллаборации достигнуть, пожалуйста, достигайте. Это тоже положительным образом влияет на поток, на прокачку компетенций сотрудников между собой и таким образом расшивание узких звеньев, если они у вас имеются. Частота проведения такой встречи контекстная. И если ваша работа очень высокодинамичная, с постоянными изменениями в течение нескольких часов, такую встречу можно проводить несколько раз в день. Если ваша работа менее динамична, но все равно в течение недели происходит много изменений, проводите такую встречу каждый день. Бывают ситуации, когда такие встречи проводятся еженедельно. В основном это где-то, где двигаются большие проекты и где какие-то крупные изменения действительно происходят довольно редко. Ну, как минимум раз в неделю. И длительность такой встречи, которую мы рекомендуем, это 15-20 минут. Для отдела или команды из 10-12 человек с количеством задач до 15 штук вполне можно укладываться в 10-15 минут, если вы соблюдаете фокус на встрече, если вы помните про цель и если вы не падаете в какие-то контекстные, конкретные обсуждения. Если такое начинает происходить, то я предлагаю вам просто напоминать участникам такой встречи о том, что, друзья, мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть конкретно по нашим задачам, что нужно сделать для того, чтобы продвинуть. Если вы обсуждаете уже конкретные решения, то, пожалуйста, проводите эти обсуждения за рамками такой встречи. Итак, это все, что я хотел рассказать вам о базе проведения Kanban-митинга. Меня зовут Андрей Сидоренко. Я основатель компании SystemSkill и специалист по Kanban-методу. И мы ждем вас на наших тренингах. Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке в описании, чтобы почитать о нас. Читайте наш Facebook, смотрите YouTube. И всего вам хорошего. Увидимся с вами на новых видео.